Продолжение следует... Продолжение следует... Не внушает спасение. Все отполируется, будет на твердую 4. Понятно, что там есть и глубокие какие-то царапины, причем сильно глубокие, действительно. Я вот за все время, сколько я уже, с 2004 года в автомобильной теме, и именно вот так вот отжаренный автомобиль внешне, мы не считаем битые какие-то, которые мы снимаем, кривые, которые после ужасного ремонта, а именно в родной краске, чтобы вот так был весь вытерт, затерт, выглядел кузов, салон. Ну, наверное, ну, может, второй раз, и то первый раз я припомнить не могу. Именно, чтобы человек клеил наклейки на клей, на момент, на суперклей по салону, вот типа на обивке дверей, на тканевые, такое я вижу впервые. Он просто увлекся, понимаешь, он увлекся. Но их не спасти, я скажу тебе так, что наклейки эти можно поотрывать, но клеят оттуда уже не убрать. Может, какой-нибудь типа растворитель там? Не, он ткань тогда сожгет. То есть там, в принципе, там просто перетяжка должна быть, либо замена карт вообще. Но посмотрим, пусть постарается, Кирилл почистит, но это не спасет. А кузов приведет в полный порядок, это 100%, что кузов будет выглядеть отлично. Просто когда я впервые раз увидел, ну, я про себя подумал, ну, ее только можно облить полностью. Перекрасить? Ну, да. Ну, по идее, там большинству элементам только перекрасы есть, чтобы привести вот прям в полный порядок. Ну, ты же понимаешь, на добровольных началах Кирюха сам вызвался, типа, покажу, что могу. Ну, а мы покажем, вот мы покажем людям, как из уставшего, замученного автомобиля он превратится вот просто в красивую конфетку. И чтобы народ был внимательнее и умнее, не ввелся на то, что когда блестит, это значит хорошо. Буквально завтра, послезавтра ты уже увидишь результат, и тебя это удивит. Как и многих зрителей, я думаю, это удивит. Как из этого жизнью побитого фокуса получится внешне просто прекрасный автомобиль. Типа продление жизни? Да нет, это только внешний вид. Он от этого лучше не станет. Из-за того, что его натерли и сделали блеск, от этого он лучше не станет. Уже. Друзья, всем привет. Сегодня у нас на канале Ford Focus 3. Именно тот Ford Focus 3, который уже был на канале с пробегом в 460 тысяч километров. Тот Ford, в который бесщадно вкручивали саморезы. Какие-то непонятные мухобойки, ветровики. Кто не видел это видео, ссылочку оставлю, переходите. В следующем ролике я спросил, ребята, хотите ли вы увидеть, как из этого гадкого утенка сделают прекрасного лебедя. Что наш товарищ Кирилл, у него есть свой детейлинг, детейлинг депо, студия, куда мы очень часто приезжаем и снимаем наши ролики. Ролики про автохлам. Он любезно предоставляет нам свое помещение. Кирилл вызвался привести его в порядок. Отполировать, отхимчистить максимально, что он может сделать. Мы хотим вам показать, как происходит перевоплощение из хлама в достойный красивый автомобиль, который бы многие из вас уже с удовольствием купили. А посмотрев на Ford в таком состоянии, отказались бы, конечно же, сразу. Собственно, как поступают те, кто перепродают автомобили? Покупают по дешевой цене самый-самый хлам и приводят его в порядок. Примерно мы покажем вам сейчас то же самое. Сейчас я пойду, позову Кирилла, обсудим порядок действий, скажем, что он будет делать, загоняем его туда и начинаем делать для вас. Кирилл, пойдем. Друзья, знакомьтесь, это Кирилл. Всем привет. Друзья, в ужаснейшем внешнем состоянии автомобиль. Кирюха, ты сам вызвался отполировать его, отхимчистить и привести в полный порядок. Вот сейчас, когда ты уже посмотрел на него, справишься? Конечно. Уверен? На все 100%. Мы начинаем, надо управиться нам за два дня. Вот за выходные, субботу, воскресенье мы должны это сделать. Да, конечно, управимся. Все, тогда начинаем. Кирюха приведет его в полный порядок, а мы с вами оценим его работу. Ладно, загоняем. Сейчас нам нужно выгнать одну машину, чтобы фокуса загнать. Я хочу, чтобы ты ее посмотрел. После того, как ты увидишь этот автомобиль, ты поймешь, что фокус по салону просто идеальный, Макс. Вот я тебе отвечаю. Но по салону он идеальный, потому что сиденья в чехлах были. Да. Но когда пригнали вчера, я был просто в шоке. Воняет в нем так сильно, да? У него, похоже, люк течет. И он стух из-за этого. И он стух из-за этого, потому что в ногах переднего пассажира и водителя вода была, вот столько, наверное, воды было. Ты видео снимал? Да, конечно, снимал видео. Смотри. Что с ручкой? И он суперклей с содой пытались приклеить. Пепельница нормальная у человека. Вот он только сюда сбрасывает пепел. Здесь сбрасывали пепел. Сюда, 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 сюда. Везде просто он сбрасывал пепел. Такое ощущение, что он ехал, мог, не знаю, на торпеду сбросить пепел. Мы еще выгребли вчера отсюда тонну грязи. А ты срезал ковроли на кусок, что ли, здесь? Нет, его не было. Он либо сгнил, либо его сам человек обрезал. Это, понимаешь, это вот небезопасно на такой машине ездить для органов дыхания. Ну, представь, вот этим всем дышать. Ковид отдыхает просто. Ковид это вообще... Кстати, ты снимаешь про него видео? Да, да, снимаю. На канале будет. Будет у тебя на канале? Да, будет видео, да. До, после. Ну, такие машины не каждый день заезжают. Вот такие грязные. Так наш Ford просто еще отличный. Он наклеил скотч по гипроку, который идет, да? И покрасил сверху его в черный цвет. То есть, видишь, Apple? Чтобы скотч был не просто серебристым или белым, он сделал его черным. Все по красоте. Старался как мог человек. Сейчас я сниму оставшиеся два дефлектора. Ну и начинаем полировать в обзоре на этот автомобиль. Дефлекторы я снял с левой стороны. Ну и, наконец-то, я сниму их справа. Мне просто хочется их открутить и выбросить отсюда. Ты видишь, как давно это было сделано? Насколько уже сами саморезы заржавели. Они зависит от того места. Кстати, с этой стороны не так страшно, как там. Я и саморезы тебе оставлю. Мало ли, будешь где-то устанавливать. Пригодятся. Это хорошо держится. Я даже не знаю. Что-то лишнее он с этими саморезами здесь борщинул. И так все хорошо получилось. Видимо, устал с левой стороны их приклеивать, прикручивать. Темыч, смотри. Вот точно так же, видишь, насквозь. Ну, это все легко отваливается, это все ерунда. Ладно, это все Кирюхи оставим. Короче, Макс, у меня такая идея и такое предложение. Давай разделим тачку напополам, вдоль пустим линию. Эту часть дефлектора снимем. И получается, вот эта линия разделения, она будет идти вдоль всей машины до самого конца. Через крышу, через крышку багажника, до заднего бампера. Наглядно покажем людям до и после. Я думал, как вы предложили. Половину делаешь ты, половину я. И кто сделает лучше? Конечно же ты, ты же мастер на все руки. Самый часто задаваемый вопрос у клиентов и у зрителей. Нельзя вот наглядно показать, вот смотри, здесь было так, стало так. На этом фокусе, вот прям круто будет выглядеть. То, что нужно. То, что нужно, да. Насколько стало лучше, да? Насколько стало лучше? Отлично, давай так и сделаем. Раз мухобойка, дефлектор сломан пополам и собран вот таким вот красивым способом, мы так и оставим половинку его. Вообще будет круто. Оригинальный ремкомплект. Да, сейчас я его выкручу. Я к тебе оставлю, его тоже мало ли пригодится. Ну да. Туда, к ветровикам. На авито продадим за косарь. Ты знаешь, когда я первый раз увидел, я подумал, ну увидев, как на дверях сделано, я был уверен на... Не то, что уверен, я подумал, неужели он вкрутил ее в капот? Ну, подошел и удивился, что нет. Даже заморочился с гаечкой. Да, я помню, в твоем видео. Капот открыт, наверное, надо. Кстати, под капотом тоже надо привести в порядок. Хорошо, как раз сейчас посмотрим, в каком-то состоянии там все находится. Да ну не супер страшно. Криминала нет. Ты понимаешь, когда проехали 10 лет на автомобиле, пробег довольно-таки большой. А здесь ее сначала попытались склеить с помощью клея, потом уже прибегли с помощью этой скобы металлической. Макс, ты не поверишь, я с того момента, как открыл детейлинг, вот у меня прям была мечта такая, какую-нибудь тачку реально так разделить и сделать напополам. И ты этого не сделал до сих пор? А не было машины, на которой было бы четко видно до и после, понимаешь? Все новые. Да, все новые заезжали. Давай контентку, я эту сниму отсюда. Мне кажется, самый результат будет как раз на крышке. Потому что она вообще ужасная. Макс, вот результат будет везде. Какое-то время антенна стояла рядышком, и тоже остался след. Мы разделим ровно этот круг, вот это ужасное место, пополам. Посмотрим, что у нас из этого получится. Я вообще не запарился человек, реально. Нет, идет, но это проскакивает чуть-чуть. Подожди, секунду. Так, может, ты ее отполируешь, и ты сам-то уже начал? Да, могу. Давай, я в химчистину. Я все могу. А что я правда ложусь, ты с ним? Да. Все. Зачем я сказал? Я закончил. Зачем я сказал это? Тут уже все саморезы грязью забиты. Они еще и покрашены сверху. Их просто-напросто не выкрутить. Бампер заржавел вилку. Из автохлама в идеал. Ты меня видишь еще один, что ли? Он проворачивается, я тигрю прокручивается. Сейчас выкрутим по сути же. Пришел, сделал то, что я хотел сделать. Еще говорит, что я ломал. Ну, ну, ну. Субтитры сделал DimaTorzok это просто какое-то кощунство зачем ткани приклеивать да и вот когда можно саморез посадить представим быть на саморезы прикрутил я бы не удивился это точно можно я пока вот это поснимаю я хотел это себе оставить это моя вишенка на торте сердце разрывается наклейки порчу да ты видишь как уютный уголок сделал впереди может быть он копил их давай максимально оторвем что торчит здесь она видит все просит присохла знаешь чем это штука аккуратненько выломал надо было аккуратно снимая не точно честное слово я если честно не думал что большая часть этого клея уйдет вот таким вот механическим способом с помощью этой лопатки был бы супер клей был бы как камень так бы не получилось да я только замена считай дверных карт и замена что за 0 да 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 такая красота тут везде он же много наклеек забрал собой да правда ему новую машину выдали и уволили антикаст макс кого оставляем панду или белого медведя тигренка тигренок уже убежал все пропитываем и не выжигает ткань да да не выжигает ткань не изменяет ее структуру цвет видишь в чем преимущество здесь на ткани от пластика средство впитывается в ткань остается в структуре и не выветривается еще из обратной стороны работает да да еще изнутри будет работать плюс этого средства в том что он сделан на водной основе и его легко можно будет убрать с помощью очистителя труба еще что реально отсюда капнула на кулису до намазал получится налил клей а пока подносил чуть-чуть наклонил и и вот на ровно упал сюда все я не хочу это отклеивать начал доделывай понял вы меня обучите всему да да с вас 30 тысяч рублей за школу дотейлинга спасибо дальше можем трудоустроить можете да вообще без следов отклеилось да да классно и кто отклеивал то кстати вот переходчики в большинстве случаев вот такие наклейки клеят чтобы реально залепить я аккуратно хотел отклеить эту тему я просто заглянул ты не мог чуть-чуть подождать всегда перед тем как начать работу с автомобилем я именно с его кузовом мы очищаем все поверхности с помощью полимерной глины от мелких вкраплений частиц металла грязи и масло тормозных колодок и всего прочего для того чтобы при полировке достичь максимального эффекта чтобы кузов был полностью чистый без каких-либо абразивов в качестве лубриканта используем воду с разведенным в ней мыльным раствором для того чтобы достичь наилучшего скольжения глины по поверхности кузова при таком рецепте глина собирает на себя всю грязь и все вкрапления с кузова и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, второй день, как наш автомобиль находится в детейлинге у Кирилла. Скотчем его разделили на две половины, отполировали пол автомобиля, чтобы нам показать просто на контрасте различия. Да, можно было полирнуть сразу целиком, но вы бы не увидели вот эту разницу, насколько она большая. Просто огромная разница. Поэтому сейчас мы снимаем скотч, выгоняем автомобиль на улицу, чтобы в преддневном свете показать вам эту просто огромную разницу. Ты видишь, он тут помог, чтобы болтик не натирал. Жалко, что дедушка раньше не приклеил этот скотч. Почему дедушка? Ты же не знаешь, что ездил. Ну, я тоже думаю, что дедушка почему-то как раз был скотч. С голыми женщинами, переводилки. Помнишь, советские раньше были у водителей? Давай клея чуть-чуть подотрем, наверное, да, от скотча? Да, где он остался, можно его аккуратненько сейчас... Даже здесь сейчас... Полное ощущение, что автомобиль разделили пополам, и вот полкрышки покрасили. Настолько большая разница. Естественно, естественно, царапины, которые были глубокие до грунта или до металла, полировкой не спасти. Я думаю, это каждый понимает. Но разница, ребят, просто огромная. Особенно по центру, где стояла антенна, видно очень хорошо. Да, после того, как выгоним на улицу, мы еще покажем вам, пробежимся толщиномерами, покажем вам разницу. До полировки и после. Насколько похудел наш автомобиль. При нормальной полировке 10-20 микрон уйдет. При полировке с наждачной бумагой, кто-то какими-то пастами абразивными, да, просто пытает автомобиль, чтобы подешевле это сделать. Например, много перекупщиков у тебя? Да постоянно приезжают и просят подешевле сделать. Подешевле, вот это самое главное. Подешевле. Подешевле, чтобы больше заработать. Про что я всегда говорю. И весь вот этот ремонт ужасный, который с дивана видно всем прекрасно, и все говорят, я бы никогда не купил, да как это не увидеть. Люди покупают любой хлам. Вопрос времени и цены. Те, кто перепродает автомобили, они ставят их подешевле. Хотя сейчас уже есть, то и дорого ставят. Знаешь, наоборот, вверх цены. Подменил ВИН-номер, в потолок поставил, продал. Ставят их подешевле, люди приезжают, машина блестит. Вот как данный автомобиль. Да, это же вообще находка для перекупа. Весь в родной краске. Да. Весь в родной краске. Полировкой мы не все могли спасти. В том числе и капот. Так как пробег уже 466 тысяч, и он отпесочен максимально. Просто вот больше некуда. Даже от старости ребра отклеились. Да, 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 я это видел. И еще покажу, почему нельзя покупать автомобиль в дождь, в снег и грязный. Я постоянно про это говорю. Не покупайте автомобиль в плохую погоду. И в темное время суток. Кстати, вот бочина и крышка багажника выглядят просто идеально. Да. В принципе, вот только отпесоченный капот. И даже бампер. Я думал, он вообще будет кошмар. Да, бампер лучше выглядит, чем капот. Да. Ну, кроме нижней части. Именно самой губы вот этой, которая уже отпесочила сильно. Тоже возрастные, необратимые изменения лакрасочного покрытия. С ними уже ничего не сделать. Мальчики и девочки, будьте всегда внимательны. Особенно девушки. Вы всегда покупаете то, что блестит. Реально. Красное, желтое, яркое. Вот сейчас на живом примере мы показываем вам, как в принципе из гадкого утенка получается у нас прекрасный лебедь. Да, он будет не идеальный, но он будет просто прекрасный по сравнению с тем, что было. Все, выгоняем на улицу. Друзья, ну вот о чем я говорю. Идет дождь, мы выкатили на улицу. Теперь разницы практически нет. Не покупайте в дождь, в снег, вечером, в темноте. Ни в коем случае. Это вот только пошел дождь. Кстати, смотрите, как где неполированная половина он собирается. А здесь маленькие капельки. Ну и в принципе они, наверное, будут сбегать даже. Сейчас бутылки попробуем. Вот такая разница. Ни в коем случае не покупайте в дождь. Ни в коем случае. Или когда снег с нее только стряхнули. Если вы не разбираетесь, вы вообще этого не увидите просто. И купите реально вот такой зачуханный, затертый автомобиль. А вот на багажнике какая разница у нас. Да, конечно, такой ореол ржавый. Не спрятать даже водой. Ребят, сейчас покажу вам, насколько стал тоньше лак. При нормальной полировке максимум будет тоньше на 10, на 20 микрон. Не более того. Здесь, конечно, старались. 140. Вот прям сюда, в эту красоту. 120. 130. Это то, что не полировано. 100. 120. 110. 130. На 20, местами на 30 микрон. Но крышка ужасна. Вы сами все это видите. Также сейчас на капоте покажу. Так. Вот половинка капота, где не было полировки. 160. 160. 160. Половина где отполирована. 150. 150. 150. Если грамотно делать полировку, ничего страшного с лаком не будет. Не надо за это переживать. Конечно, когда ее шкурят, шкурят с водой, машинками какими-то, типа болгарки пытаются полировать, крупноабразивными пастами, это ужас. Так не нужно делать. Но вот как раз так делают на продажу. Здесь же сделано все качественно и хорошо. Также парни отполировали правую стойку двери, а левую водительскую не стали трогать, чтобы показать разницу. Вот посмотрите, как выглядит полированная, как нет. Друзья, как видите, дверные карты в идеал привезти не удалось. Все равно остался клей. Но я так и сказал в самом начале, что въевшийся клей в ткань просто не вытащить. В принципе, остальное все. Очень достойно. Средняя консоль. Везде, где были эти наклеенные зверьки. Выглядит отлично. Ну и естественно, оцените, как выглядит оптика. Полированная фара левая и не полированная правая. Вот именно как они выглядели. Они выглядели ужасно. Просто белые, молочные. Я думаю, что в вечернее время суток, в темное, они уже дальше метра перед собой не светили. Поверх скотча, который был наклеен для того, чтобы держать молдинг стекла, человек покрасил этот скотч в черный цвет, просто покрасив вот так кусок стойки. Причем покрасил непонятно чем. То ли каким-то антигравием, то ли краской какой-то специальной для чего-то. А где оторвался скотч, отошел от самого молдинга, он его посадил на суперклей в этом месте еще. Вот остался кусочек. Поэтому здесь идеально не будет. Слушай, а наждачки нету, да? Наждачки? Да. Ну, может, попробовать это подшкурить? Ты же видишь, вот я пальцем снимаю, она уходит. Чисто под мою ответственность. Сам и делаю. Сказали, пацаны, мы это делать не будем. Ну, что делать? Если даже я это испорчу, оно хуже не станет. Она настолько въелась в лак, эта краска. Я думаю, что он это сделал много лет назад. Посмотри, тысяч на игру. То, что у них здесь было. Вот только здесь начинаю попадать к оригиналу. Переходим в моторный отсек. Как видите, он так же выглядит ужасно. Грязь вековая здесь. Ну, 12-го года машина. Вот 9 лет сюда никто не лазил. Не мыл, не продувал, не делал ничего, насколько мы это видим. Ребята приведут ее в порядок, я думаю, да? Начинаем. Ребята постеснялись, побоялись чужую машину. Но, я думаю, ей хуже не станет. Я сам шкурочкой поработал. Сейчас посмотрим. Сам молдинг трогать не стал, естественно. Его проще поменять, чем заниматься ерундой здесь с ним. Но стойку подшкурил. Сейчас полирнем, посмотрим на результат. Игорьев. Он даже здесь отверстие просверлил специально в фаре. Так, убираем крепеж. Видишь, как она стоит? Влезает ладошкой прям. Сейчас посмотрим, в чем дело. Попробуем поставить на место. Так, что у нас здесь надо ее поставить? Все. Встала? Ну, насколько можно встать, встала. Зачем этот чопик? Надо же найти было его выстругать, заточить. То есть, из этой вот болванки выстругать. Друзья, подкапотное пространство отмыли, отчистили, покрыли специальным составом, который его якобы консервирует. Но, тем не менее, смотрите, как стало. Автомобиль практически трехлетний теперь. Похоже, что его обслуживали, за ним следили, мыли и любили. Вот именно так поступают те, кто перепродает автомобиль. То есть, из той грязи и ужаса он превратился вот в такой красивый автомобиль. ну что, друзья, работы по автомобилю закончены. Вы сами можете оценить и увидеть, что было и что стало. Точнее, как было и что стало. Более полный ролик можете посмотреть у Кирилла на канале. Ссылочку я оставлю в описании. Ну и, конечно же, если вы любите свой автомобиль или просто хотите привести его в хорошее состояние по кузову, по салону, сделать полировку, лихим чистку, керамику автомобиля, либо наклеить на него пленку, на какие-то отдельные части, либо обклеить целиком, приезжайте в Detailing Depot. Также ссылочку я оставлю под своим роликом на Instagram Кирилла. Все вопросы, пожалуйста, к нему. Ну а я хочу сказать, что на моем канале будет полное видео по этому фокусу со всеми нюансами, со всеми часто задаваемыми вопросами, тонкостями. Подписывайтесь, заходите. Дальше будет еще интереснее. Также на его YouTube-канале вы можете посмотреть примеры работ разные автомобили, начиная вот от таких стареньких краунов праворульных и заканчивая новыми X5. Да и в общем всяко-всяко разными машинами. Заходите, смотрите. Ну и на этом мы прощаемся с вами, друзья. Всем удачи. Всем пока. Всем пока. Слушай, ну вот это вот уже другое дело совсем. Ты понимаешь, Темыч, вот именно так хотят видеть все люди автомобиль, когда покупают. Вот сейчас ставь на нем пробег сотку и все. Большинство народу поверит. Вот именно этим и пользуются. А люди верят. Когда приезжают, смотри, автомобиль с небольшой царапиной, со сколом, с грязным салоном, все фыркают, отворачиваются и уходят. Большинство покупателей. Перепродавцы покупают этот автомобиль, приводят его в порядок и просто впаривают по максимальной цене. Я вот залез в салон и я чувствую, как бы то, что материал, его как будто не трогали вообще. И мне это приятно уже. Вот сами сидения особенно. Но они и так не были сильно грязными. Средняя консоль какая стала. Насколько стал другой автомобиль. У нас народ любит покупать все, что блестит. Ну и поэтому все стараются этот блеск навести. Будьте аккуратны и внимательны при покупке автомобиля. Не норовитесь на подобный экспонат. Всем пока. Пока. Всем пока. Скоро продажа. И Абдовит объявление. Субтитры сделал DimaTorzok